Всем большой привет, друзья! Меня зовут Кирилл и сегодня хочу вам ответить на такой вопрос Как увеличить вес мускусных уток? Потому что в последних роликах про взвесывание моих уток часто появляться начали вопросы про то, чем я кормлю, почему у меня утки такие большие Но я не могу сказать, что у меня утки прям супер быстро растут и прям крупные Но в этом году мне вес прям самому тоже понравился, потому что раньше таких привесов у меня не было В этом ролике расскажу, как увеличить вес и вообще от чего он зависит Вот этим большим слонам завтра будет 2 месяца, мы их еще раз опять повторно взвесим уже Думаю у них вес такой хороший будет, под 4 килограмма, надеюсь будет Вообще вес птицы знаете от чего зависит? Самое первое и главное это генетика Если у птицы не заложено, у нее, у птицы родители были мелкие, то и птица сама естественно будет мелкой То ее, как бы вы ее, чем бы ни кормили, она останется такой же мелкой и быстро расти не будет И второе, конечно же, это условия содержания и кормления У моей птицы гены хорошие, у них родители, ну утка такая обычная, но она весит тоже так прилично, почти 3 килограмма А селезень около 6, поэтому вот и утята тоже будут расти примерно так же Есть, конечно, возможность, что они вырастут больше родителей, но так бывает очень редко Кормлю я их, вот эти утки у меня были на откорме, поэтому у них был вообще вес шикарный Я сам удивился, такого веса у меня никогда не было Кормлю я их, те, которые на откорме, все время комбикормом Сначала старт, потом рост и финиш Вот такие у меня большие здоровые слоны, они до сих пор едят комбикорм, представляете? Конечно же, если кормить птицу, там, не знаю, 2 недельки комбикормом Потом на зерно перевезти, в таком случае даже птица с хорошими генами не будет расти Потому что в 2 недели они еще совсем маленькие крошки Я обычно те, которые не на откорме, 1 месяц даю стартовый комбикорм И потом потихоньку, равномерно, в течение 2 недель перевожу на зерно И к полтора месяца они у меня уже едят просто зерно-смесь Это там либо пшеница, ячмень, кукуруз Иногда бывает просто ячмень Но иногда я это все-таки разбавляю комбикормом Потому что в таком возрасте им тоже нужны витамины Лето, конечно, на дворе зеленая дрова Они едят мух, букашек, натуральный белок есть Каким комбикормом я пользуюсь? Сейчас, с недавнего времени, я начал использовать комбикорм Это от чувакского производителя Город Цивильск от агрофирмы Велес Пока что он меня полностью удовлетворяет Скоро на днях выйдет серия про гусят, которым 2 недели Которые выращивались именно только на этом комбикорме Посмотрим, какой вес у них за 2 недели В это время, конечно, я утят или гусят в 2 недели никогда не взвесывал Но ради интереса все-таки попробуем И добавлю этот ролик в серию про тестирование комбикорма Комбикорма от агрофирмы Велес Эти утята у меня сейчас едят смешанный комбикорм Там от двух производителей От агрофирмы Велес И еще какой-то комбикорм, который был в магазине Остаток, я его пополам смешиваю И вот это они и едят Вот такая большая у них крупка Стоит у них комбикорм в кормушках целыми днями Пустые кормушки у них никогда не бывают Они прям вдоволь Они никогда не бывают голодные Всегда сытые И сидят себе спокойно Еще раз повторюсь Основное это первая генетика И второе это кормление Поэтому если у ваших уток генетики нет Давайте приведу такой пример Есть чихуахуа и овчарка Я этот пример всегда привожу Кто спрашивает Чихуахуа сколько бы не кормил Как овчарка она не вырастет Сколько бы ее не пихал корма Разницы нет Какой корм дешевый, плохой Все равно она не вырастет больше Чем у нее в генетике Потому что это порода такая С утками то же самое Про кормление Здесь вес уже может зависеть Потому что некоторые предпочитают Такой хороший комбикорум Чуть подороже Не самый дорогой Который более-менее рентабельный А некоторые люди экономят на птиц Они покупают какой-то вообще Непонятный комбикорум Где даже на мешках нет Этикеток, состава, всего прочего Зато дешево И покупают и кормят этим Свою птицу В этом случае понятно Там непонятно, что в составе Вообще Что в комбикорме Не знаете, чем кормить свою птицу Может там вообще Какой-то, не знаю Шелуху от зерна пустили И все И продают в виде, например Стартового комбикорма Поэтому лучше чуть немного Потратиться больше И кормить свою птицу В этом случае птица будет Расти у вас лучше Из-за того, что корм дороже У вас расходы будут Точно такие же Дешевле корм Меньше привес Дороже корм Больше привес В итоге расход То же самое будет Если сравнивать По отношению Количества Мяса, например Которое выйдет И количество расхода Поэтому здесь уже Я вам рекомендую Купить более такой Уже знакомый корм Либо хотя бы Уже кем-то проверенный корм Поэтому Здесь уже ваш выбор Кстати, насчет Хороших уток Если кому-то в следующем году Будет интересно Попробовать поддержать Хороших, тяжелых Уток У меня вот сейчас Приехало, как вы знаете Инкубационное яйцо От венгерской линии Там шоколад и серебро Вывод будет совсем скоро Будем сформировать семьи В следующем году Обязательно Поработаем с ними Инкубационное яйцо Будет Утята Посмотрим, как будут расти Эти утята В этом году Обязательно вам же Буду показывать Рассказывать Если вас заинтересует То В следующем году На продажу будет Поэтому Вконтакте В инстаграме Я там обязательно Посты буду выкладывать Если что-то появится Какие-то новости Поэтому следите Вот Посмотрим Как они себя зарекомендуют На этом у меня все Если вам понравился ролик Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока-пока Встретимся в следующем выпуске